Здравствуйте! В этом видео я вам покажу, как просто скроить и сшить от начала до конца классический халат. Халат имеет шалевый воротник, это воротник пиджачного типа, а также накладные карманы. По карманам, воротнику, борту, по манжетам и по пояс я добавила кантики. Эту обработку я также покажу в видео, при желании вы можете сшить изделие без кантиков. Кстати, пользуясь таким кроем и такой технологией, вы можете сшить не только халат, но и простое пальто, блейзер, жакет, кардиган. Материал, из которого я шила, называется вафельный трикотаж. Я заказывала его онлайн из магазина ткани Казани. Вы не раз уже слышали об этом магазине в моих видео, потому что я действительно часто шью из их трикотажа. Он всегда лучшего качества. Вафельный трикотаж имеет такую необычную рельефную поверхность в силу особого переплетения. На 100% состоит из хлопка, а значит в нем комфортно в любой сезон. Тактильно он очень приятный и мягкий, но и поскольку этот трикотаж, он достаточно эластичный. Вот, кстати, он имеется в нескольких очень красивых оттенках. В Казани есть два магазина, но также можно заказывать онлайн, есть доставка по всему миру. Поскольку мой трикотаж достаточно светлого оттенка, то линии белым-мелым будут видны не очень хорошо. Поэтому я буду использовать терморучку. И в качестве выкройки я буду использовать свою готовую базу в основу плоского кроя. Если у вас нет подобной выкройки, вы можете ее либо построить самостоятельно, либо также использовать готовую. На сайте такую основу можно купить за 99 рублей. Ссылку прикрепляю. Итак, для начала нам потребуется полочка и спинка. Если вы также используете готовую базовую основу, советую сразу же замерить и проверить ширину деталей по уровню бедер. При необходимости сделать к бедрам расклешение. Далее замерьте желаемую длину изделия. Ее можно замерить от точки плеча у основания шеи до низа. Я отсчитала недостающую длину до этой величины от уровня бедер, например 60 см. И сначала от нижнего среза ткани я отложу эти 60 см и прочерчу линию. Это линия бедер. Именно к этой линии я буду прикладывать и спинку, и полочку. Для того, чтобы все кроилось симметрично. К сгибу прикладываю спинку. Очерчиваю. Закладываю по сантиметру полтора на швы. И прикладываю переднюю половинку боковой линии к боковой линии. Также обязательно делаю отметку уровня талии. Эта отметка потребуется нам для создания воротника. От линии середины полочки, она же является линией полузаноса, отложим примерно 8-10 см. Для того, чтобы обозначить будущую линию борта. Я отложила 8 см. Эту величину откладываем примерно от уровня талии, можно взять чуть выше, и до уровня низа изделия. Далее замерим длину горловины по спинке, она также называется ростком, и отложим ее перпендикулярно, то есть под прямым углом к линии плеча полочки. Теперь от этой точки влево проведем также под прямым углом желаемую ширину воротника. Она может быть разной, но, как правило, это 3 см на стойку цельнокроенную, и остальное предполагается на воротник, например, 7 см. Итого 10 см. От этого зависит ширина готового воротника. Вы можете отложить побольше, а затем на примерке посмотреть, оценить, и при желании оставить в таком виде, либо сократить ширину. Все-таки отрезать всегда проще. Далее эту точку плавно приводим к линии борта по уровню талии. Эту линию можно провести более спрямленной, либо более округлой. Самое главное следите за тем, чтобы верхний угол был максимально приближен к прямому углу, то есть на 90 градусов. Иначе, когда вы будете собирать изделие, у вас не получится единая ровная линия. Вот и все, воротник готов. Как видите, он строится очень-очень просто, а выглядит при этом достаточно интересно. Краим, оставляя припуски на швы, я оставила примерно по 1,5 см. Также еще одна деталь, которая потребуется нам для обработки воротника и среза борта, это деталь подборта. Скраить ее очень просто. Необходимо всего лишь наложить на материал деталь полочки и очертить примерно 2-3 см по плечевому срезу, а также очертить весь воротник и срез борта. Ширина подборта от уровня талии и ниже примерно 10-15 см. И крайнюю точку по плечу я просто плавно привожу к точке по талии. Вот и все. Припуски откладывать не нужно, поскольку мы скроили уже прямо с припусками. Просто вырезаем деталь. Остается рукав, и у рукава есть небольшая особенность. Прикладываем рукав по долевому направлению. Вы это все знаете. Очерчиваем все срезы рукава и по линии низа рукава отображаем рукав. Нам необходимо очертить его не полностью, а примерно 4-5 см. Таким образом мы скроили цельнокроенную манжету. Подобным образом цельнокроенную манжету можно скроить только в случае, если изнаночная сторона ткани совпадает с лицевой, либо они максимально похожи. На мой взгляд, вафельное полотно, вафельный трикотаж для такого халата – это идеальный вариант. Остается пояс. Здесь все очень просто. Это прямоугольник. Мой пояс состоит из двух частей. Можно скроить его из одной детали. К примеру, если вы не хотите обрабатывать его кантиком. Длина пояса у меня равна ширине материала. Это 145 см. А ширина пояса – желаемая ширина в готовом виде, плюс 2 см. Ах да, еще карман. Его размеры могут быть совершенно индивидуальными. У меня, например, 18 на 24 см. Четыре из которых будут также предназначены на отворот по верхнему краю и обработке кантиком. До того, как соединять две половинки полочки вместе, можно обработать карманы. Но я сделаю это чуть позже. Просто вам на заметку. Совмещаем средние срезы по воротнику. Стачиваем, но обметывать не нужно. Поскольку мы все это закроем деталью подборта. Две детали подборта я обязательно дублирую. Они будут нести стабилизирующую функцию. И собираю также аналогично полочки. Просто совмещаю средние срезы и стачиваю. Припуск в 4 см, который я откладывала по низу рукава, я дублирую с лицевой стороны. Необычно, правда? Все потому, что мы будем отгибать изнаночную сторону на лицо. Но по нижнему краю рукава прежде необходимо обработать кантик. Для того, чтобы сделать кант, я использовала готовую косую бейку. Хлопковую. Раскрыла ее. Разутюжила. И заутюжила пополам. Вот и все. Бейка для канта готова. Прикрепляю срез бейки к срезу рукава. И прокладываю строчку на 1 см. В результате у меня получается ровный кант примерно в 3 мм. По верхнему краю кармана я продублировала 4 см по лицевой стороне. Для того, чтобы впоследствии изнанку отогнуть на лицо. К верхнему срезу кармана я прикладываю бейку для создания канта. И также прокладываю строчку на 1 см. Так же, как и в рукаве. Что касается пояса. Две детали пояса я продублировала. И прежде чем стачивать их, соединять, я прикладываю ту же самую бейку между деталями. Сначала прикрепляю к одной детали пояса, затем накрываю второй частью и перезакрепляю той же булавкой. Прокладываю строчку на 1 см от края. Кстати, концы у пояса можно округлить, не делать их такими угловатыми. В таком случае вам будет проще непрерывно притачать бейку по всему краю пояса. Сточали детали полочки и детали подборта по средним срезам воротника. И теперь соединим их. Я прикрепляю бейку к внешнему краю детали борта. И после этого накладываю полочку, также внешним срезом. А вернее, срезом борта. Перезакрепляю булавки. Проделаю все то же самое по кругу. Прокладываю строчку на 1 см. Затачали бейку по низу рукава. Сейчас ее стоит поутюжить таким образом, чтобы срезы были направлены в сторону рукава, а кант смотрел вниз. После этого отгибаем цельнокровенную манжету на лицевую сторону. И на 1 мм от канта прокладываем строчку. Она и закрепляющая, и отделочная одновременно. Поэтому стоит сделать ее ровно. Но даже если ровно не получится, такой достаточно мягкий и немного рыхлый трикотаж скроет маленькие дефекты. Поэтому не волнуйтесь. После этого складываем рукав пополам и стачиваем. Я прострачила только длинные срезы пояса. Вывернула пояс. И затем выметала пояс для того, чтобы лучше зафиксировать кант и чтобы было легче проутюжить пояс. И просто вручную, а можно и на машинке, застрочить прямо по лицевой стороне концы пояса. Обработка канта в карманах ничем не отличается от рукава. Поэтому не буду тратить ваше время. Я также закрепила кант строчкой по лицевой стороне кармана. Боковые и нижний срез кармана обметала оверлоком. И теперь необходимо только подогнуть припуск на сантиметр вовнутрь. Я закрепляю булавками сначала нижний срез, а затем боковые срезы. Для того, чтобы сбоку никаких сложенных припусков не было видно. Карман также можно заметать вручную, затем поутюжить. А после этого приложить деталь кармана к полочке. Я прикладываю примерно на 3 сантиметра ниже уровня талии. И на 3 сантиметра вбок от линии полузаноса, либо от линии середины полочки. Выравниваю положение, перезакрепляю те же самые булавки. И прокладываю строчку на 2 миллиметра от края. Сначала вы можете приметать вручную карман. И только после этого прокладывать строчку на машинке. Также верхнюю часть кармана можно укрепить двойной строчкой. Параллельной, либо треугольной. Для того, чтобы усилить вход в карман. Вот так выглядит карман в готовом виде. Остается его только поутюжить. Волны вдоль строчки нормальное явление, когда вы шьете трикотаж. И теперь самое время соединить детали полочки. Переднюю часть халата с спинкой. Совмещаем боковые срезы и, самое интересное, плечевые срезы. Плечевой срез по полочке продолжается до угла. А от одного угла до второго, посерединке, это нижний срез воротника. И его нам необходимо прикрепить к срезу горловины по спинке. В этом как раз вся сложность. На самом деле все очень просто. Главное смотрите внимательно и не торопитесь. Я оставляла припуски на швы. Примерно один сантиметр, полтора сантиметра. Для удобства по углам спинки я поставлю точку. Как раз с отступом на припуск. И такую же точку я поставлю по уголкам полочки. И эти две точки мне необходимо соединить. Сложность заключается в том, что срезы в этих углах отличаются. По спинке угол во внешнюю сторону, а по полочке во внутреннюю. Сначала прикрепите внешнюю плечевую точку. А затем можно наложить одну точку на другую. Проще это сделать, когда угол по полочке немного надрезан. Вы тоже можете надрезать, но будьте очень аккуратны. Не доходите до обозначенной точки на 2 мм, не меньше, поскольку трикотаж очень сильно растягивается. Постарайтесь этот надрезанный уголок держать максимально аккуратно, чтобы он не вытягивался. Отлично. Теперь остается только прикрепить плечевые срезы друг к другу. Шов по воротнику можно прикрепить к середине горловины спинки. Теперь остается только совместить срез воротника со срезом горловины спинки. Здесь все очень просто. То же самое повторяем со второй половинкой изделия. Посмотрите, как необходимо проложить строчку. Начинаем с одного края. Аккуратно строчим до уголка. Заходим до обозначенной ранее точки. Переходим к воротнику. И далее второй уголок и плечевой срез. Мне для такой строчки воротник удобнее держать сверху. Попробуйте вы тоже. Пристрочили. И вот так выглядит плечевой шов и шов по горловине. Теперь остается практически то же самое повторить с внутренними срезами детали подборта. Кстати, я заранее обметала внутренние срезы подборта. Также по уголкам детали подборта обозначаю точку, которую мне необходимо совместить с уголками. Поставлю вспомогательную точку по углам детали подборта. И шов по воротнику подборта прикреплю к серединке, отогнув край вовнутрь, как будто воротник уже пришит. И выверну, фиксируя их вместе. Таким образом совмещаю два шва по воротнику. Далее необходимо соединить еще две контрольные точки. Это уголки. По углам у детали подборта я также поставила вспомогательные точки. Сделала надрезы, не доходя на 2 мм, до точки. И эту вспомогательную точку прикрепляю к уголку по основному изделию. Или прикрепляю к вспомогательной точке. Вот так. Закрепляю в промежутках. А что касается плечевого среза, то маленький отрезок плеча у детали подборта прикрепляю к плечевому срезу изделия. И то же самое повторяю со второй стороной. Остается проложить строчку, точно дублирующую первую. Вы можете просто повторить первую строчку по воротнику и все получится. Проложили строчку по воротнику, выворачиваем на лицевую сторону. И вот так аккуратно получилось. Плечевые срезы я обметала. Остается их хорошенько поутюжить. И теперь самое время для присоединения рукава к пройме. Здесь все как обычно. Совмещаем в круговую. Даем строчку, обметываем срезы. Также можно закрепить отделочной строчкой кант по всей линии борта, по воротнику. А что касается внутренних обметанных срезов деталей подборта, то их можно подшить вручную незаметными стежками, либо подшить с помощью специальной лапки на швейной машинке, либо приклеить с помощью термо-трансферной ленты или паутинки. На этом все. Халат будет готов. Благодарю вас за просмотр. До встречи в новых видео.